С начала года в отношении пассажиров, которые не соблюдают масочный режим в общественном транспорте, составили 567 протоколов об административном правонарушении. В последнее время работа комиссионных бригад максимально активизирована. Еженедельно организуются 80 рейдов. На прошлой неделе выявили 52 нарушителя. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Работу мы не снижаем. Работа в этом направлении только усиливается, потому что соблюдение масочного режима – один из важных элементов профилактики, предупреждения, распространения коронавирусной инфекции. Проверки проходят ежедневно при участии представителей Департамента транспорта, добровольно-народной дружины и сотрудников полиции. Сегодня рейд провели в Самарском метрополитене. Контроль за пассажирами без масок начинается у входа на станцию. Тех, у кого нет при себе средств индивидуальной защиты, не допускают на платформу. Только в ноябре из-за отсутствия маски подземкой не смогли воспользоваться более 600 человек, а с начала года почти 20 тысяч пассажиров. Некоторые из них, конечно, задавали вопросы, жаловались. По данным факту у нас неоднократная жалоба была. Все они, как говорится, подтвердились, что у них были нарушения масочного режима. Всем было разъяснено, разъяснены их права и правила поведения. Контроль за соблюдением масочного режима ведется не только на входе, но и по всей ветке метро. Сотрудники транспортной безопасности патрулируют платформы и вагоны. Наличие QR-кода не освобождает от ношения маски в общественных местах. Перевозчик предпринимает все необходимые противоэпидемиологические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Перед выходом на линию подвижной состав моют и обрабатывают дезинфицирующим средством. На станциях метро каждые два часа проводят санитарную обработку всех контактных поверхностей. С учетом обращений граждан вносятся те или иные корректировки. В частности, временно изменен срок пополнения социальных карт и безлимитных карт, в том числе студенческих и школьных. Напомним, ранее, чтобы оплатить, к примеру, безлимит на месяц, нужно было внести деньги на счет до 10 числа. Если вы хотите пополнить карту на следующий месяц, вам необходимо до 20 числа включительно пополнить карту любым доступным способом. Представитель единого оператора объединенной транспортной карты также пояснила, что в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса, есть и возможность автоматического переноса средств на следующий месяц. Перенос предусмотрен для тех, кто в течение предшествующего месяца не совершил ни одной поездки. Таким образом, если вы не планируете поездки в декабре, то период, в который можно осуществить перенос средств на следующий месяц, с 21 декабря по 20 января. Любые вопросы пассажиры могут задать по телефону горячей линии единого оператора. 8 9 29 707 6138. Он функционирует с 9 00 до 18 00 в рабочие дни. Максим Магомедов, Константин Головин. События.